Здравствуйте друзья с вами Феликс на канале и сегодня хочу поговорить с вами о таком прекрасном проекте, о такой прекрасной платформе как InfiniEye. Основной акцент моей работы в интернете в этом году будет посвящен именно этой платформе, но пока я еще на ней не зарегистрирован и вот почему. По ходу ролика все это вам станет понятно, но основная причина в том, что сайт приобретет свое окончательное состояние, свой окончательный вид. Эта платформа будет иметь к 15 января, как нам обещали создатели этой платформы. Но естественно по ходу моих общений там в интернете я попросил одного из моих партнеров, просто как человека, который ну можно сказать впервые слышит об этом проекте, хотя лично я отслеживаю каждую новость по нему, потому что я очень заинтересован в его работе. Попросил его просто вот прямо списком составить вопросы, потому что у меня тоже у самого немало вопросов, но для того чтобы сюда приглашать людей и самому работать, надо уметь, не столько уметь, а сколько иметь ответы на вопросы. Итак, партнера зовут Сергей, спасибо ему большое за то, что он помог в создании этого ролика и по ходу видео будем подсматривать вот в те вопросы, которые я тут их скруппировал и постараемся вместе с вами еще раз разобраться, что же такое эта платформа. Вступление, так скажем, он тоже человек не совсем новичок, точнее совсем не новичок в интернет-бизнесе и задает именно те вопросы, которые по существу. И в начале его естественно интересуют, ну кто они, что они, что это за платформа, откуда она взялась. Итак, Infinii это своего рода продолжение такой платформы как DS Domination. Вот она, вот она перед вами. Вопрос по Алексе, в частности, касался того, что вот основной трафик из России и очень мало зарубежного трафика на этот сайт. Для этого давайте вот такое вот сравнение сделаем. Вот это алекса DS Domination, а это алекса Infinii. Смотрите, что тут интересно сравнение, да, такое вот смотрите. Где-то с начала сентября, с августа, конца августа идет падение трафика на DS Domination. К этому времени уже создатели проектов Infinii, так сказать, анонсировали выпуск, выход в свет от этой платформы и, пожалуйста, там спад, тут идет подъем. Подъем идет не только за счет России, хотя она сейчас впереди всех, но Соединенные Штаты, Канада здесь есть, Болгария, Украина. Ну это первая пятерка стран. Здесь еще что хотелось показать вам на Алексе, немало, ну вот это то, что было на DS Domination. Штаты, Англия, Греция, Канада и Россия. Я подозреваю, что Россия, она вот сейчас только начала просматривать, интересоваться этим сайтом, потому что мы там не могли работать. Этой платформой мы пользоваться не могли. Это было для нас проблематично. Но в самом низу вот этой страницы Алексы вот такая вот информация. здесь вот это рассматривается трафик по полу. Это мужчины, это женщины. Здесь по образовательному уровню, то есть по уровню образования. А вот здесь откуда идет трафик с домашних устройств, со школы, с работой. Главное вот это. Посмотрите, то есть без колледжа, вот эта первая строчка оранжевая, это те кто не оканчивал, ну колледж все знаем по западным стандартам это определенное высшее образование. Сом колледж это какое-то высшее образование на уровне нашего техникума, да так скажем. И градулейт-скул это выше техникума, а колледж это ну уже типа института или ну университета. До университета не дотягивает. То есть люди работающие на платформе DS Domination имели достаточно высокий образовательный, уровень образования. Это говорит о том, что ну грамотные люди пользовались, да, вот этой платформой. Их на мякини не проведешь, так скажем. Аналогичная ситуация и с Infinii. Вот это Infinii. Опять же если мы отпустимся в самый низ этой страницы, увидим, что с образованием колледжа много людей и с некоторым, ну на уровне техникума опять же, будем говорить так, тоже очень большое количество трафика. И в основном идет с домашних устройств. Я понимаю, конечно, что это все сравнительно, так сказать, это не сто процентов. результаты, но хотя бы процентов на 60-70 они верны. Так что можно сделать заключение, что те, кто интересуются данной платформой, они знают о чем идет речь. И вот именно вопрос был в том, что трафик в основном идет ну с России и с наших стран, то есть западные страны не столь заинтересованы. Во-первых, давайте скажем так, перелив из DS Domination в Infinii в процессе за непол... нет, чуть больше, чем за месяц тут 50 тысяч регистраций. и кроме того, подобных, аналогичных платформ тоже существует немало. Люди именно торговлей на этих площадках занимаются используя другие инструменты. Просто в чем нам повезло, в том, что именно инструмент, именно платформа Infinii сейчас активно переводится на русский язык и делается все для того, чтобы русскоязычная часть мирового интернет-сообщества могла пользоваться этим инструментом. Вот в чем вот в чем нам всем повезло вместе с вами. Еще один момент касался домена. Доменное имя действительно тут зарегистрировано давно домен Infinii но вот это ScamAdvisor чекер сайтов. Как видим, уровень траста тут очень высокий 93% домен был зарегистрирован в 2004 году по сведениям моего партнера бизнеса. Это может быть я не буду лишние предположения тут строить но есть такой вид бизнеса, как регистрация и продажа доменных имен. То есть, ты зарегистрировал звучное там ходовое доменное имя и выставляешь его на продажу зарегистрировать доменное имя стоит ну максимум 10 долларов вот этот сайт GoDaddy он как раз и занимается продажей хостинга и доменных имен. Вполне возможно, что кто-то зарегистрировал выставил его на продажу это доменное имя и только теперь это этот домен продался ну нашелся на него покупатель для нас тут более важная информация то, что домен продлен до 2021 года то есть, у приобретателя у теперешнего владельца этого домена вполне серьезные и далеко идущие планы вот это тоже немаловажная информация и так коротко резюмировать если все сказано платформа DS Domination уже больше двух лет работает люди пользуются этой платформой и то, что на данный момент не все так называемые западные крупные игроки в этом бизнесе в ней зарегистрированы и трафик идет в основном не оттуда причина именно в этом в том, что во первых они могут продолжать пользоваться DS Domination и резкого перехода для них так сказать это не актуально они могут по чуть-чуть сюда переливаться потому что эта платформа она в принципе это просто инструмент это инструмент для торговли на электронных торговых площадках давайте закроем то что нам уже не нужно и по домену сказано так и перейдем уже то есть скажем так какие у них отношения или это одно и то же это и одно и то же и нет одновременно это просто одно переросло в другое и на платформе Infinii есть автоматизированные системы продажи которые нам и не только нам тем кто не очень хорошо владеет английским языком дают возможность все равно зарабатывать используя эти инструменты вот в чем как они взаимосвязаны DS Domination и Infinii это платформа той же команды которая отлично себя проявила в течение двух с лишним лет теперь перейдем к вопросам по существу в чем разница пакетов по 50 150 и 400 долларов сколько раз оплачивать членские износы и по приглашениям скажем так значит доступ к платформе это не членские взносы это не вложения это обонплата за ежемесячное то есть это раз каждый месяц надо платить вот 50 150 и 400 долларов для доступа к инструментам данной платформы то есть это не годовая плата и так что же в чем же их различия обонплата за 50 долларов в месяц дает нам доступ к автоматической к автоматической без нашего участия об этом будет после по ходу ролика как это происходит на трех торговых площадках вот они amazon ebay и от google bonanza три торговые площадки по количеству товаров которые мы можем выставлять на продажу пользуясь вот этим первым уровнем на проекте на платформе есть так называемый springboard вот он через который совместно нас продают тот товар который мы покупаем происходит это так команда за эти два с лишним года команда DS domination естественно этот рынок электронной коммерции изучила от и до они знают какие товары продаются где их взять за дешево как их перевести на эти площадки торговые потому что у них есть свои склады вот на amazon на ebay на google плюс мы всего этого не знаем и не умеем пока что всю эту работу они проделывают за нас и дают нам возможность просто из определенного списка товаров выбрать выбрать 15 наименований и по последней информации по 15 штук из каждого каждого наименования товаров то есть 225 штук почему вот еще одна из причин почему я сейчас не регистрируюсь и не могу никого туда приглашать и сам тоже не могу работать потому что изменения идут буквально каждый день у данной команды infinii у них свои программисты которые беспрестанно работают над усовершенствованием этой платформы они обещали закончить 15 января и любой любая инструкция да скажем так любая инструкция по регистрации или еще чему-либо как покупать как продавать она возможно уже через несколько часов будет не актуальной потому что все это будет проделываться по-другому поэтому я для себя решил дождаться вот когда платформа окончательно вырисуется и уже тогда начать на ней работать итак это у нас первый уровень доступа к инструментам который стоит 50 долларов в месяц второй уровень доступа стоит 150 долларов в месяц и в отличие от предыдущего у нас есть 30 наименований вот оно вот здесь 30 наименований продуктов которые мы можем выставлять через менеджерский центр для себя я это назвал так потому что мы не сами мы просто говорим вот этот товар тот который мы выбрали вы вместо нас продавайте мы сами активно не торгуем на этих площадках то есть у нас будет 30 наименований на выбор из этих 30 наименований опять же на сегодняшний день не через какой источник не ясно сколько штук может 30 по 30 может 30 по 20 нету конкретной информации но наименований будет 30 торговых площадок будет 5 включая наш собственный интернет магазин то есть плюс добавится возможность наверное на ихнем движке этой платформы открыть свой собственный интернет магазин и выставлять эти приобретенные товары на в этом магазине интернет магазине ну и естественно все то что есть на уровне то есть опять же эти три площадки по этому объяснению но давайте вот эту вот строчку в скобках будем держать в уме и рассмотрим уровень доступа за 400 долларов в месяц это ну картинка тут вполне не соответствует именно это реактивный бизнес это очень мощный бизнес который предполагает то есть дает нам возможность без единого доллара кроме вот этого вот платы за 400 долларов без единого доллара торговать объемами в миллионы долларов смело можно сказать так на всех этих торговых площадках но используя вот этот инструмент сама вот эта система такой торговли называется dropshipping то есть вы просто перенаправляете заказ и все вы сами ничего не приобретаете грубо говоря вот кто-то на амазоне продает допустим товар за 1 доллар вы этот же товар выставляете на ebay за 5 долларов и как только у вас будет заказ на ebay за 5 долларов вы только после того как приняли оплату в 5 долларов отправляете 1 доллар на amazon продавцу и даете адрес доставки покупателя с ebay который у вас купил товар вот грубо говоря вы этот треугольник если представите поймете как это происходит товары можно выставлять с разных молов супермаркеты такие громадные гипермаркет опять же по той же схеме не покупая а просто выставляя наименование и цену свою цену инструменты доступ к инструментам если вы вы и сейчас и без без этого допустим вот без этой платформы можете 1 2 3 товара выставлять на продажу зарегистрироваться на амазоне на ebay и просто вот посмотреть какой товар в том же волмарте или таргете дешево стоит сделать свою накрутку и продавать на этих электронных площадках но если у вас будет не 1 2 3 а 20 30 50 60 товаров которые вы хотите продавать вы не сможете без вот этих инструментов отслеживать их наличие их ценовое колебание там что-то подросло в цене что-то опустилось в цене и в случае допустим каких-то нарушений торговли на этих площадках вы подвергаетесь штрафным санкциям которые очень плохо отразятся на вас как на торговцы на тех площадках на тех крупных площадках поэтому вот эти инструменты они позволяют вам отслеживать все это очень легко и просто вот вот что мы покупаем вот на пакете на доступе в 400 долларов это на самое главное вот это то что товар уже будет на можно будет под своей торговой маркой ставить на склад в Амазоне одним словом здесь возможностей моря здесь возможностей моря и заработки здесь очень очень большие но они доступны только в тех странах на которые идет вывод с платежной системой PayPal это надо нам всем знать то есть ребята и девчата с Украины с Белоруссии с Армении как я или там с Молдовы есть еще страны в которые на PayPal платеж не приходит надо и это для нас недоступно в том случае если мы не сможем решить вопрос с PayPal именно и точно так же вот этот вот магазин опять же мы не сможем вот этот использовать интернет магазин потому что подавляющее большинство покупок с этих торговых площадок осуществляются через PayPal а мы не сможем просто получать деньги естественно не сможем отправлять заказчику товары через пару тройку жалоб наш аккаунт просто-напросто закроют на этих площадках так что максимум что мы можем сделать это пользоваться вот этими двумя пакетами за 150 и за 50 и параллельно думать о том чтобы заиметь зарегистрировать аккаунт скажем так российский для себя я как сделал для меня зарегистрируют в штатах аккаунт сами мои родственники на себя зарегистрируют аккаунт там налоговые декларации надо свои номера записывать заполнять во всем этом в общем тут работа вполне как сказать официальная и все тут по закону тут не это не хайп ребята это не какой-нибудь рекламно инвестиционный проект это не инвестиции это именно именно работа именно работа которая имеет огромную отдачу огромную отдачу и к ней надо отнестись серьезно поэтому на начальном этапе я для себя решил освоить на своем армянском СНГ скажем так на этом аккаунте я освою вот эти две площадки и если мне дальше уже будет не хватать вот этих оборотов тем более придется учиться как что анализ вот этот маркетинг да маркетинговые исследования команда инфиняй на этих двух платформах за вместо вас провела но вы должны учиться всему этому и вы и я все мы должны учиться чтобы иметь большие чеки именно вот на этом сверхзвукомом самолете так давайте посмотрим вопросник так разница по пакетам думаю все понятно сколько раз в год не в год тут а в месяц вот эти оплаты идут обязательно приглашать людей проплачивать 10 долларов членского взноса и что такое бинар и обязательно он нужен или нет первый ответ на оба вопроса нет вы можете не покупать там не платить 10 долларов для того чтобы приглашать в команду еще участников и бинар строить естественно тоже не обязательно но он настолько сладкий настолько там создатели именно такие вложили туда награды за все это что просто грех в этом не участвовать даже те кто не умеют приглашать в двух словах система без доминейшн она не предполагала вот этого бинара так называемого просто вот зарабатывая и все и здесь тоже на infinii тоже вы можете просто зайти купить там пакет по 50 по 150 или там за 400 и себе торговать для себя никого не приглашать и будете иметь неплохую прибыль если все это освоить и увидите как все это происходит но когда вы вложив там 50 долларов да или 60 вместе с вот этим ну возможностью приглашать за 60 долларов вы в месяц заработаете допустим 1000 долларов неужели вам трудно будет или показать кому-то или сказать вот смотри я вложил там 60 заработал 1000 такая возможность на этих платформах есть и что и никто к вам не придет регистрироваться и после этого там ради этого отказаться от очень вкусных бонусов посмотрите ролики которые сняли ну мои товарищи коллеги там такие бонусы что закачаешь именно за приглашение за построение вот этой структуры когда люди говорят что мы не можем приглашать кого нам приглашать нам приглашать некого это в тех случаях когда ну и показать нечего если вы покажете заработок кто к вам не придет регистрироваться любой человек придет но в любом случае на эти два вопроса вот обязательно приглашать и проплачивать нет не обязательно бинар тоже не обязательно вы можете просто просто так зарабатывать на торговле но к этому мы еще вернемся потому что именно бинар я хочу построить потому что еще раз скажу тут очень очень вкусные бонусы на этом бинаре следующее реально там товары они продают или потому что накрутка идет до тысячи процентов но есть такие товары на которые очень высокая накрутка по этому поводу что можно сказать вот допустим вот эти слайды которые мы все видели кто не видел посмотрите сейчас вот допустим вот эта игрушка нам предлагают купить за столько и пишется что цена для реализации такая-то и вот такое-то удержание нашей команды вот этой вместо нас продают одним словом в это действительно как-то трудно верится вот что такие накрутки идут и реально ли продавать за такие цены ребята и девчата реально вот если вы не поленитесь посмотрите откройте ebay и допустим amazon да выберите одну игрушку с amazon и посмотрите сколько допустим та же игрушка стоит на ebay и вы увидите что разница есть действительно есть и наоборот что на ebay дешевле а на амазоне дороже а если взять что команда infini а в течение двух с лишним лет все это изучала и просматривала плюс у них заключены договора именно мы все знаем чем большее количество на фабрике там или у производителя ты заказал тем ниже цена и если они вот этих игрушек они знают что эти игрушки продаются допустим вот именно эта игрушка да возьмем вот к слову они знают они заказали у них там где-нибудь в китае ну сто тысяч штук они по-любому их продадут они знают об этом иначе они бы не заказывали они знают что если вот это вот вот это вот продажа именно продажи не будут осуществляться все эти бинары все эти структуры все это ни к чему они именно позаботились о том вот этот список который нам предлагается там именно те товары которые имеют спрос и которые очень прибыль они не меньше нас заинтересованы в том что у нас происходила торговля потому что именно продажи основа существования данной платформы если не будет продажи не будет платформы не будет никому никаких заработок это не хайп еще раз ребята это не хайп это именно торговля это коммерция итак как это происходит они изучив этот рынок у них там товары по последним их ним сообщением было где-то на 8 миллионов долларов уже закуплено они уже закупили как сказать не смотрели на то сколько людей зарегистрируется сколько будет покупок они знают что этот товар продадут они сами продадут и без нас иначе бы этих закупок не происходило они заработали миллионы и как сказать не в наших 100 долларах да у них счастье для примера вот как это происходит именно чтобы тут идет вопрос про минимальную стоимость значит значит это что ниже минимальной мы не можем выставлять почему такая планка и так далее сколько седьмой да пункт сколько за продажу нашего товара как это происходит по факту и при ситуации если товар не продается а вы за него проплатили деньги зависли нет вот по восьмому пункту вы всегда можете вернуть товары и забрать свои деньги то есть ну как вернуть товар вы отказываетесь от товара деньги обратно перечисляются вам на счет вы можете за те же деньги купить другой товар который по вашему мнению более ходовой более удачно можно продать но опять же по товар допустим поскольку мы не знаем этого рынка этот западный рынок для нас он ну как загадка допустим мы взяли что-нибудь ту же игрушку которая будет продаваться с 1 февраля потому что у них там допустим какой-то праздник или какое-то что организаторы знают что эта игрушка вот с 1 февраля начнет продаваться как горячие пирожки поэтому они закупили а мы не зная этого взяли вернули да товар а с 1 февраля уже этого товара и нам не прикупить ничего то есть он начал продаваться тут тоже надо как сказать ну слишком не спешить с тем с возвратами товаров и так далее лучше взять поменьше допустим 2-3 единицы взять посмотреть что и как происходит и вот на эти вопросы реально там товары продают или нет реально там идет продажа товаров реально там идет продажа товаров теперь про оплату вот приблизительно как это происходит вот там та игрушка или эта лампа разницы нету вот вот в этот кубик привлеку ваше внимание вот смотрите здесь вот верхняя зеленый вот написано это цена перепродаж 22.90 просто уверяю вас если мы зайдем вот именно на тот спрингборд который будет окончательно готов к 15 числу и их рекомендуемая цена будет даже ниже той цены за которую этот продукт или ну что то то что они предлагают будет выше чем вот это рекомендованная нам цена то есть это минимум та цена это можно смотреть можно допустим вот взять ту же лампу скопировать вставить в поисковик ebay или amazon и посмотреть сколько стоит вот эта лампа и мы увидим что она действительно стоит не меньше вот этого не меньше вы и вы можете даже смело прибавлять сюда 10 20 процентов по информации от бывалых скажем так это вот цена за которую мы нам рекомендовано выставить ее на продажу вот вторая строчка идет цена за которую нам предлагают взять этот товар вот эта строчка вот эта строчка это комиссия торговые площадки потому что каждая торговая площадка взимает свой процент продажи за продажу единицы и вот это 35 центов это комиссия спрингборда скажем так вот этого центра менеджеров который вместо нас продают товар вот это вот цифра вот это вот число 35 центов она она неизменна для всех товаров для каждой единицы вне зависимости от цены она не в процентах она вот фиксированная на всех этих на всех товарах процент амазона и ebay не буду сейчас в ради вылетела с головы какой процент взимается но они пишут сразу вот что вот такой то процент будет после продажи взиматься это тоже у нас после продажи взимается от вот этих 22 90 и у нас чистый профит чистый доход вырисовывается по каждому товару по каждой единице 5.96 на единице вот это как пример то есть все эти выплаты все вот эти выплаты идут только после продажи забронированного купленного вами товара то есть возьмем ситуацию вы взяли одну лампу за 22 90 и она не продалась вы захотели вернуть лампу и взять там игрушку вам 22 90 возвращается то есть вы ничего не теряете вот такая тут ситуация с этим так минимальная цена да минимальная цена это как ориентир и можно смело выставлять даже цену выше вот этой минимальной цены платить за продажу только по факту то есть после продажи идет оплата и с этой частью тоже тоже все теперь по платежкам с каких платежных систем можно вводить средства и так далее тут нет платежных систем тут есть только карта мы вводим деньги с карты и выводим на карту все это происходит с помощью вот этой платформы вот этого процессора Глобал Пайот Гэтэвэй они это платежка интегрирована с Infinii и вывод с нее идет на карты на банковский счет и по-моему на виртуальные карты тоже то есть здесь опять же все законно все прозрачно никаких perfect money никаких ребята okpay и так далее только банковские переводы и только карты то есть здесь все происходит таким образом как происходит расчет какие сроки как это вообще сколько не происходит на данный момент на сегодняшний день происходит это так начисления вот последние как бы они идут все это с двухнедельной задержкой получается как вот подвели вот в эту пятницу у нас получается суббота да вот сегодня у нас как раз пятница у них допустим пятница они в эту пятницу подводят итоги предыдущих двух недель и все комиссии все начисления все деньги за проданный товар мы можем увидеть в субботу по нашему субботу утром в понедельник да скажем так от субботы до понедельника в нашем бэк офисе после того как они отражаются в бэк офисе мы переводим эти деньги вот сюда вот сюда где у нас уже привязаны свои карточки и банковские счета перевод происходит ну там вот последние два три перевода сюда проходили то что было то что мне недоступно за меньше чем за 24 часа уже они были здесь на вашем аккаунте это отдельный платежный сервис эти деньги на вашем аккаунте хотя там по регламенту тоже двое суток двое суток и отсюда уже на карту 24 часа по регламенту но был вывод за 6 часов через 6 часов деньги были уже на счете на реальном счете в сбербанке так что эта система работает опять же безотказно то есть но там объемы торговли даже сейчас на самой платформе Infinii они большие они большие объемы идут реферальные начисления и все такое ребята из этого проекта действительно очень много денег вот из этих 50 из этих 150 они отдают обратно в систему обратно участникам они отдают очень много 70 процентов идет обратно от всего этого им надо все это высчитать просчитать и направить в кабинеты участников и только после того как вы со своего кабинета делаете перевод вот в эту систему опять же она перевода осуществляется после подтверждения со стороны команды то есть да действительно этот человек имеет такую-то сумму на вывод и садится с ума суда отсюда уже на ваш банковский счет но систему работает работает были выводы ну вот сколько дней проходят выводы опять же все это в бета-версии так называемой в итоге нам обещают так что когда все это закончится прошла неделя в пятницу по ихнему в субботу по нашему они посмотрели сколько у вас есть на получение и перечислили в ваш кабинет а дальше уже вот как говорилось переводится сюда отсюда на карту ну меньше чем не каждый день вам деньги приходят а итог недельный итог за неделю что наторговали то приходит к вам и после этого ну 3-4 дня по максимуму будем брать через 3-4 дня деньги у вас в кармане вот так вот это все работает и вот естественно когда человек поймет разберется во всем этом и его устроит ему нужно именно это именно это в конечном итоге куда правильно нажимать где искать и т.д. нужен обзор кабинета по полочкам уважаемый Сергей и остальные зрители канала вот именно в этом ну вот никто не может вам сейчас по полочкам не я никто потому что сайт еще именно сайта платформа она более-менее уже приобрела свои очертания а сайт где куда что и как нажимать над этим группа программистов именно своих собственных программистов которые на зарплате у этой платформы инфини ай они зарплату получают они работают над этим поэтому функционал кабинета сегодня как сказать он и не то чтобы ограничен он не окончательно и поэтому поэтому вот еще раз скажу сегодня если снять ролик и объяснить где в кабинете что он находится завтра это может быть уже не актуально придется по новой снимать что-то показывать и рассказывать где и что и как чтобы люди которых вы пригласили смогли там работать вот по этим вопросам которые мне пришли к вроде бы все объяснил и сказал ну и последнее вот из последнего да по возможности расчет доходов при покупке пакета ну понятно что человек раз как говорит спрашивает в виде пакетов но это не пакет а доступ и вот этого расчета такого так называемого ну трудно сказать этого это не вложение это не то есть вот да вот при варианте пассивных инвестиций пассивных инвестиций тут быть не может по определению вы должны торговать но это торговля как сказать ну вот 200-300 долларов да вот на 200-300 долларов просто можно понабирать разных продуктов вот из этих 15 наименований 225 продуктов ну по последней информации это так 15 по 15 можно выбирать 225 продуктов допустим по 1 доллару вот тебе пожалуйста эти 200-300 долларов покликал поручил самой команде продавать вместо тебя просто тебе надо выбрать какие именно товары это за тебя никто не сделает выбрал и все и они продают вместо тебя естественно у них ходовые товары тут ничего такого нету что не продается потому что еще раз скажу если не будут продаж не будет этого бизнеса ни для кого ни для нас ни для них и они вот только в таком виде может быть тут пассивный доход пассивнее ну нету невозможно вот так вот просто вложить деньги и ждать когда на них придут проценты такого тут нету и в конце хочу сказать вот о чем ребята и девчата на этой платформе я буду строить бинар бинар так называемый это вот такая вот развлепленная структура в которой очень очень высокие очень прибыльные бонусы и каким образом этот бинар я хотел бы вместе с вами построить ну то что вот обычный линейный маркетинг линейная реферальная система вы знаете вот человек приглашает там 4 5 10 20 30 сколько может людей они выстраиваются в линию ну под ним да будем говорить так как есть выстраиваются в линию и он с них имеет реферальные комиссии но поскольку это это именно работа вот интернет заработок вот заработок именно вот это тут надо работать ни один пригласитель не сможет вот видите да как сегодняшний пример вот с одним человеком поговорил и сколько у него вопросов сразу возникает вот представьте у меня вот в первой линии допустим человек 10 20 стоит да и у всех у них постольку у кого-то больше у кого-то меньше вопросов и как мне на все это отвечать если взять то никак не сможешь ни один человек не сможет там 20 30 человек в первой линии и все им объяснить все им показать тут главное что естественно ты сам все не знаешь тебе многие вопросы надо будет выяснять у высшестоящего спонсора и тебе повезет если он будет что-то знать что тебе сказать а если и он ничего не знает ты просто зарегистрировался по чьей-то ссылке и спросить у него нечего ну и в этом случае получится что из этих 20 30 40 человек половина разочаруются не по твоей вине уйдут половина по твоей вине разочаруются потому что ты не смог вовремя помочь и уйдут и ты останешься вот сам по себе сам на сам это для того чтобы этого избежать я подумал что будет намного правильнее и эффективнее строить именно вот этот бинар если в этом бинаре бинар ну вот это разветвленная такая структура для тех кто совсем ничего не знает что такое бинар в этом бинаре если будет 50 человек и все они будут работать будут знать как тут работать тут тут такие прибыли у каждого у всех что о них даже трудно представить эту прибыль эту доходность на данный момент вот сейчас происходит регистрации происходит по прямым обращением к вышестоящему спонсору высылаются ему свои данные и по этим данным он регистрирует вас и через платформу вам приходит письмо к 15 числу будет реферальная ссылка уже просто обычная ссылка которой мы все привыкли и то что я задумал сейчас буду использовать именно определение реферальная ссылка как я собираюсь построить вот этот бинар чтобы было и мне хорошо и всем кого я смогу пригласить в этот проект и так после того как я зарегистрирую двух участников бинар не позволяет более двух участников прямо под собой опять же скажем так как есть под собой только два участника вы можете зарегистрировать и следующий ваш приглашенный помимо того что он встает вот здесь вот в линию он переливом идет вот допустим вот сюда когда вы пригласили допустим вот этот парень по имени марку он вот столько она приглашал и следующий кого пригласили вы вот эта девушка Ким она встает сюда мне этого не надо мне не надо приглашать девушку Ким или парня Сэма вот он тут стоит у меня как только будут вот два своих лично приглашенных следующий человек который будет мною приглашен он получит реферальную ссылку кто это сё вот реферальную ссылку сё точнее у сё уже есть двое он получит реферальную ссылку вот вот этого у которого здесь еще вообще никого не здесь не здесь нету то есть все мои перекаты и переливы которые возможно будут и я надеюсь на это что они будут не только два человека сумею пригласить они будут выстраиваться только вот здесь вот этих пустот у меня не будет и я попрошу точно также сделать и сил и марка и естественно они тоже поймут что это намного выгоднее чем в прямую приглашать вот строить вот это и выгоднее и результативнее потому что ну еще раз ребята если будь ты хоть семи пядей во лбу если у тебя тут в первой линии 100 человек но не сможешь ты всем этим стать участником помогать но не сможешь это нереально а когда у тебя вот вот мы втроем да вот эти мы мы вот трое у марка могут возникнуть 10 вопросов усил могут возникнуть 10 вопросов на которые я должен должен ответить и они будут работать без остановки без заминки без ничего у них все будет нормально а если там 100 человек ты не сможешь естественно вопросы вот если взять вот такую вот всю эту структуру они будут возникать если у каждого участника по одному вопросу они будут идти наверх они будут идти наверх но если мне удастся я для этого допустим все сделал все это передать все и марку вот этим двум своим партнером именно вот команда будет из трех человек это именно команда то эти вопросы будут отсекаться потому что они уже все это знают до самого верха и эти вопросы не будут доходить и задача каждого приглашенного именно в том извините что все эти возникающие вопросы они во первых знали от вышестоящего на них ответы и сразу же отвечали на тех кого на вопросы тех кого они пригласили задача вышестоящего с этими двумя своими партнерами именно вовремя и четко даже как сказать на шаг вперед решать те вопросы которые могут возникнуть структуре и когда втроем естественно это возможно сделать а когда вас собралось извиняюсь колхоз там сто человек вы не сможете ничего сделать ну не сможете это нереально это невозможно или если вы допустим создатель этой платформы тогда другое дело у вас ответы на все вопросы вот это это конечно шутка но построение именно такого вида бинара она дает очень большие прибыли очень большие прибыли и даже если допустим вот два человека которых я приглашу они даже вообще никого не пригласят ничего страшного следующий мой приглашенный пойдет под них пойдет под них и так далее и когда вот эти два человека они будут иметь свой первый заработок им будет что показать да они не то что двоих они могут сто человек пригласить но единственное опять же к ним будет просьба чтобы они выстраивали именно не под себя а вот в продолжение все все этой структур а то что тут можно заработать и этот заработок будет и мы с нашей командой сможем это сделать я в этом нисколько не сомневаюсь и и так подытоживая опять же вот это сегодняшний рассказ ежемесячное участие на 50 долларов и 150 долларов доступно нам всем всем русскоязычным вне зависимости от того есть у нас paypal работает не работает мы можем пользоваться предоставленным ассортиментом но для выхода на большие очень именно очень большие заработки нам всем надо подумывать о вот этом вот пакете но для начала давайте освоим вот эти два к 15 января надеюсь все будет готово сайт приобретет свой окончательный вид почему я заранее без приглашений на данный момент рассказываю об этом хочу чтоб в моей команде даже если это будет 10 человек они знали куда заходят на что заходят и мы вместе постараемся найти наконец то куда не стыдно пригласить хоть родного брата хоть соседа хоть кого потому что вы и я тут за работой на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс